Привет-привет, с вами K1X Antigravity, и это первый выпуск Contest от What The Sneakers. В чем суть данного формата? Я в течение нескольких недель буду тестировать определенную пару кроссовок и делиться с вами впечатлениями. При этом мы рассмотрим их как детально дома, так и в зале попробуем в деле. Погнали! Как вы поняли, речь идет о фирме K1X, у которой раньше баскетбольные кроссовки не имели масштабного успеха, так как фирма специализировалась в основном на эксклюзивных вещах. Кстати, Кристиан Гросс – единственный генеральный директор компании, производящий спортивную обувь, которую может забить сверху, не беря в расчет Майкла. Более-менее успешными можно считать первые кроссовки K1X для баскета Chip Glider Bounce, которые официально были признаны самой удачной моделью 2002 года, и именные кроссовки одного из самых противоречивых и идиозных игроков NBA, а по совместительству лучшего защитника Рона Артеста. И вот, 5 сентября 2013 года выходит K1X Anti-Gravity. Начнем с внешнего вида. Мне посчастливилось заполучить любимую расцветку Purple. Изначально этих расцветок было около 12 цветов, и все они были монотонны. Сам дизайн меня впечатлил с первого взгляда. Этот массивный внешний вид и агрессивные линии напомнили мне кроссовки из Old School, чего я большой ценитель. Мои юзаются периодически уже полтора года, и тем вам будет интереснее посмотреть на их долговечность. За все это время у них немного стерся боковой логотип, чуть-чуть отклеился передний логотип, сморщилась мидсоль, имеется дефект с внутренней стороны. Кстати, у многих игроков возникают проблемы именно с этими местами. С этим поможет справиться тренировка правильности бега, используя барьеры и лесенку. Тогда вы не будете наступать на свои же ноги. На местах шивки все сохранилось идеально. Все прошито очень качественно. Дальше подошва. За полтора года я ее ни разу не заклеивал. Она, конечно, не в лучшем виде, но выглядит достойно, учитывая то, что вся моя игра построена на резких движениях и сменах направления. Вся аутсоль и рисунок протектора сохранились безупречно. Теперь давайте посмотрим, из чего они сделаны. Поверхность сверху кроссовка сделана из синтетического облегченного материала. Вся она имеет рисунок ромбиков. И да, это все отдельные детали, сшитые между собой. Также сверху присутствуют отверстия для воздухообмена, но перфорация у этих кроссовок сильно страдает. И это скорее плюс, чем минус для жителей матушки России. К примеру, у меня в Тагиле снег выпал 6 октября и растает, я думаю, как раз к концу сезона. А как отапливается типичный российский баскетбольный зал, в котором тренируется типичная российская команда, вы все знаете. Но что же делать, когда все-таки потеплее? Это оторвать жопу от дивана и идти, начиная стритбольный сезон, потому что на улице антигравитис чувствует себя превосходно. Но мы немного отвлеклись. Помимо этого, на них присутствуют такие пластикорезиновые детали в задней части и в местах пятых и шестых дырок под шнурки. Шнуровка, кстати, наружная, что хорошо. Обычный тканевый язычок с небольшим слоем плотного набивочного материала, чтобы шнурки не натирали вашу ногу. Кстати, вот еще. За полтора года носки набивочный материал в этих местах у меня куда-то пропал. И при сильном затягивании шнурки начинают давить во время сгибания ноги. Избавился я от этого, завязывая шнурки на максимум при полностью согнутом носке. А теперь конкурс. Кто завяжет шнурки быстрее меня, получит брелок от Сникер Гэнг. За фиксацию голеностопа отвечает материал под названием Memory Foam. Дословно, это как запоминающая пена, которая реагирует на повышение температуры и принимает нужную форму, не вызывая дискомфорт во время длительной тренировки. Перейдем к митцоле. Она идет сплошняком вдоль всего кроссовка. Выполнена она из пены набивочного материала Ева. Вот она, такая довольно мягкая. Тут нас ждет еще два сюрприза. Первый. Специальная вставка в митцоль в области пятки, которая называется WLOTC. Way Longer On The Cord. Типа, увеличение продолжительности времени на площадке. И второй. Это наилегчайший набивочный материал, повторяющий по форме носок. W. Хуета. Way Higher Up In The Air. В переводе, увеличение времени полета. Аутсоль сделана из резины. Причем из двух разных резин. Резина, которая фиолетовая, расположена по бокам. Она замечательно подходит для паркета. Такого плана подошва используется практически во всех современных баскетбольных кроссовках. Резина же, которая располагается по центру, более прочная и соответственно более тяжелая. В сцеплении с паркетом она уступает предыдущей. Такая подошва идеальна для игры на улице. Вот, к примеру, у Air Jordan 2010, ну или 25, она идет по всей подошве. Получается, что материалы для абсолютно разных локаций совмещены на одной подошве 50 на 50. Это вызывает довольно необычные ощущения. С одной стороны это классическое удобство, а с другой прочность, которая хоть и добавляет лишний вес, но опять же он снижен другими дизайнерскими решениями. Тем самым кроссовки весят не так уж много. По бокам центра вы можете наблюдать карбоновые вставки, отвечающие за вашу безопасность. Рисунок протектора выполнен в виде таких узоров из палочек, которые не похожи на классическую елочку и уже вызывают недоверие. А недоверие оказалось оправданно. Тракция в них на 4 с минусом. Имея зал средней статистической пыльности, протерев кроссовки, вы сможете сделать максимум 2 остановки или смену направления, не проскользив при этом. После чего придется либо протереть их, либо вы будете не играть в баскет, а кататься на лыжах. А если уж вам повезло и у вас идеально чистый зал, тогда аттракция будет на хорошем уровне. Теперь давайте я попробую передать вам ощущения внутри них. Должен сразу сказать всем счастливым обладателям широкой стопы. Если вы решились на выбор антигравити, вам придется нелегко, но это первые 2 недели может 3, в зависимости от степени ширины вашей стопы. Зато, когда они сядут под вашу ногу, ваша стопа не будет ездить внутри, а кроссовок будет отзывчив на все ваши движения. В антигравити довольно комфортно и мягко, этому способствует набивочный материал в области голеностопа и прекрасная инсоль. Швы, которые идут на протяжении всего кроссовка, внутри никак не ощущаются, потому что вся внутренняя поверхность прошита еще одним смягчающим слоем. Помимо этого, кроссы довольно отзывчивые и движения в них естественные и не скованные. Бегать в них удобно. Теперь о прыжке. Антигравити идеально подходит для того, чтобы разбежаться и прыгнуть. Возможно даже высоко. Но вот при приземлении в некоторых случаях могут возникнуть неприятные ощущения. Все дело в том, что центр тяжести кроссовка пришелся на переднюю часть подошвы. И при резком приземлении с пятки на носок может возникнуть довольно неприятный шлепок. В остальных же случаях приземление более-менее мягкое. Стоит поставить большой плюс антигравити за безопасность. Помимо вышеперечисленных мемори фоам и карбоновых вставок, за нее отвечает вот такой мощный выступ, который обеспечивает хорошую устойчивость. Тем самым риск подвернуть галек снижается в разы. Отмечу, что лично я еще ни разу не получал травму именно в этих кроссовках. И я не буду сейчас плеваться и стычать по дереву. А просто буду хорошо разминаться и не терять концентрацию. Тем самым снижу риск получения травмы в разы в любых кроссовках. Помимо игры в баскетбол, эти кроссовки можно смело использовать как лайфстайл модель. Ибо все материалы практичны для уличных условий и хорошо отмываются. Плюс ко всему, как вы уже знаете, они достаточно теплые, что позволит в некоторых городах ходить в них даже зимой. В общем, подводя итоги кроссовки K1X Anti Gravity, несомненно мне нравятся. Сочетание таких плюсов и минусов меня устраивает. Более того, было время, когда я мечтал о этих кроссовках именно этой расцветке. Но из-за обстоятельств не мог себе позволить даже жалкий 5500. Но я не унывал и продолжал думать о них. И вот, в один прекрасный день, к нам в команду приехал на просмотр чувак, прикиньте, в новеньких фиолетовых ханти, Gravity. После первой же тренировки я поинтересовался, какой же у него размер. Размер оказался мой, по моим глазам было видно, что они уже мои. После долгих моих предложений обмена на все подряд, что у меня есть, он просто взял и подарил мне их. Просто взял и подарил. Ребят, мысли материализуются. Всегда пользуйтесь шансом. С вами был Матрас Флайвайт. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Сникер Ганг. Всем пиз.